Улица Байрамова, а именно часть, прилегающая к рынку, превратилась в стоянку для машин, где невозможно пройти, а проехать тем более. С таким заявлением к нам в редакцию обратились горожане Каспийском. Улица днём и ночью забита машинами. Водители оставляют свои автомобили произвольно. Из-за этого возникают постоянные заторы и даже конфликты. Мы жильцы дома Байрамова. Домов. Домов Байрамова. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15. Мы столкнулись с такой проблемой, что не можем заехать к себе во двор. На рынке создаются пробки. Покупатели, кто посещает рынок, оставляют свои машины беспорядочные. Проехать во двор. Ни такси не приезжает, ни скорая не может попасть вовремя. А пожарные слова, Аллаху, не приходилось. Вся проблема в том, что на данном участке, где постоянное скопление машин и людей, нет знака. Либо запрещающего парковку, либо разрешающего. По этой причине люди вынуждены беспорядочно припарковывать свои машины. В следствии этого разъяренные водители после очередной стычки обращаются с жалобами и претензиями в администрацию рынка. Нельзя на сегодняшний день все проблемы свалить на рынок. Якобы этот засор из-за рынка, из-за того, что сюда приезжают покупатели и все такое. Вы знаете, у нас есть своя стоянка, которая к нам может заехать. Да, она платная, но на сегодняшний день что есть не бесплатно? Мы же оказываем какую-то услугу. Там есть парковочные места. Человек спокойно может к нам заехать, затариться и уехать, так сказать. Так, если выражаясь по-рыночному. А что касается этой парковочной стоянки, Каспийский универсальный рынок к этому автостоянке отношения никакого не имеет. Люди ежедневно становятся свидетелями автомобильных стычек. Выходя с рынка с тяжелыми пакетами, им приходится выходить на улицу Орджоникидзе, чтобы сесть в такси. Так как таксисты не могут проехать к забитому участку по улице Байрамова. Это невозможно здесь пройти. Здесь очень движение и не уступают. Хоть ты с коляской, хоть ты просто пройдешь. А вы становились свидетелями конфликта? И здесь охранник вроде бы есть, рыночный, да. Вот он регулировать старается, но толка нет. Вообще никогда. А здесь всегда такое состояние бывает? Да, да, да. Даже больше. Когда дождь, когда шло, здесь вообще не пройти. Да, на момент даже видно, что лужи, хотя дождей так не было. А с коляской как-то? И дорого. Вот как-то. Службы ЖКХ отказались комментировать сложившуюся ситуацию. По этой причине люди сами предлагают альтернативы для решения проблемы. Хотя бы с одной стороны установить бы запрещающий знак, или же хотя бы вот эту улицу сделать проезжую. Не тупиковую улицу, а чтобы она приехала, чтобы человек мог развернуться спокойно. Я думаю, это как хотя бы половина этой проблемы решилась бы.